Добро пожаловать в мир Бобтейлов! Не имеет значения, есть ли у вас взрослая собака или вы только что взяли щенка. Мы надеемся, что этот фильм поможет вам содержать свою собаку здоровой и счастливой. А так все начинается. Только без паники, у мамы все под контролем, и она в состоянии позаботиться обо всем необходимом для щенков, по крайней мере, какое-то время. А потом ваша очередь. Вы можете начать подготовку еще до того, как принесете щенка в дом. Вам понадобятся маленькие и средние щетки, большая щетка с натуральной щетиной, расческа с частыми зубьями, расческа с редкими зубьями, ножницы с округленными краями, ушной пинцет, порошок по уходу за ушами, детская присыпка или крахмал. Сейчас мы еще раз показываем набор инвентаря по уходу за шерстью Бобтейла, который без труда можно приобрести в Центральной Европе. Итак, маленькие и средние щетки, большая щетка с натуральной щетиной, расческа с частыми зубьями, расческа с редкими зубьями, ножницы с округленными краями, ушной пинцет, порошок по уходу за ушами, например, Ирфреш от Биогрум, детская присыпка или картофельный, возможно, и кукурузный крахмал. И вот вы выбрали себе щенка и принесли его домой. С этого момента и начинается его тренировка. Вот Хлоя. Здесь еще у заводчика есть его 6 недель. И хотя серьезный уход за шерстью ей еще не нужен, важен сам процесс привыкания к этой процедуре. Во-первых, утром проверяются глаза и аккуратно убирается выделение. При этом щенка надо постоянно успокаивать, говорить, что все хорошо. Уши тоже еще не нуждаются в чистке, поэтому мы их просто погладим. Затем проверим заднюю часть и осторожно уберем оттуда грязь. Друг в полдень или в полночь Просчесывайте шерсть в течение нескольких минут. Переверните щенка на другую сторону и продолжайте расчесывать. Поднимите щенку ноги и прочешите живот и паховую область. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нужным быть кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий верный друг. С ростом щенка возрастает и объем работы по уходу за ним. Начнем с ушей. Это Джози – 10-месячная сука, которая привыкла к тому, что хозяева регулярно очистят ей уши. Запах из ушей – верный признак проблемного состояния. Волосы в ушах очень тонкие и жирные на ощупь. Используйте антисептический ушной порошок. Откройте ухо и насыпьте немного внутрь. Вы увидите, что теперь волосы легче выщипывать. Каждый раз захватывайте небольшой пучок шерсти. Никогда не используйте ушные палочки. Если регулярно не выщипывать уши, волосы плотными пучками прорастут глубоко внутрь ушного прохода и станут причиной разного рода проблем вплоть до воспаления. Выщипывайте волос только тогда, когда вы можете его увидеть. Если хотя бы однажды вы причините при этом щенку боль, в следующий раз у вас будут большие проблемы заставить сидеть его смирно. Посмотрите, сколько было убрано за такой короткий промежуток времени. Если ухо темно-коричневого цвета, значит на его поверхности отложилось большое количество выделений. Если вы не хотите использовать пинцет, то насыпьте немного порошка на пальцы и в ухо, а затем выщипывайте волосы большим и указательным пальцами. Не переживайте, если собака после такой процедуры будет трясти головой. Это абсолютно нормально. После того, как мы почистили уши, переходим к лапам. Это Харви – взрослый кобель. Как и большинство бобтейлов, он не очень любит уход за ногами, но он того стоит. Для начала разберите краем расчески с редкими зубьями небольшие узелки. Начинать расчесывание до того, как вы их удалите, ни в коем случае не стоит. Так, теперь, когда все колтуны убраны, можно начинать. Положите собаку на стол. Лапы полностью вытянуты. Зачешите немного шерсти вниз, равномерно вокруг лапы. Захватывайте понемногу на каждом заходе. Теперь следующая прядь. После зачесывания она должна совпадать с нижней. Таким же образом попрядно поднимайтесь вверх. Усадите собаку и подровняйте кончики и неровности. У бобтейла должны быть аккуратные небольшие круглые лапы. Субтитры создавал DimaTorzok Затем поставьте собаку. Шерсть надо зачесать наверх и проверить, не осталось ли спутанных узелков. Зачешите шерсть на задней стороне лапы так, чтобы она касалась пола и еще раз подровняйте кончики. И вот что у нас получилось. Как было до и как стало после. После мытья лапы выглядели бы еще лучше. Задние лапы расчесываем точно так же, как и передние. Немного отведите лапу назад, чтобы убедиться, что собака стоит устойчиво. Шерсть зачесывается вверх и опять. Нижний слой соприкасается с землей и далее зачесываем прядь за прядью вниз. Субтитры создавал DimaTorzok Когда эта работа завершена, внешний вид задних лап должен напоминать ноги лошади-тяжеловоза. Это фейт. Ему уход за лапами неудобства не доставляет. Слегка сожмите лапу так, чтобы подушечки приоткрылись. Используйте загнутые ножницы, чтобы удалить выступающую шерсть. Выстригайте и мертвый коричневый волос между подушечек. Если вы повернете лапу, то заметите тонкие кожные перепонки между пальцами. Никогда не выстригайте сверху, чтобы случайно не поранить их. Всегда переворачивайте лапу и стригите снизу. Летом из этих мест часто приходится удалять комочки грязи и семена. Зимой снег и льдышки. Фейту два года, и последнее расчесывание состоялось неделю назад. Начнем с головы. Сначала осторожно разберем спутавшиеся участки. Это не взволнует собаку и поможет нам сохранить длину шерсти. Потом можно вычесать узелки щеткой. И кроме того, аккуратно вращательным движением расческой с редкими зубьями. Затем мы расчесываем область под передними лапами и опять осторожно распутываем спутавшиеся участки и вычесываем их. Таким же образом расчешите другую лапу. Шерсть приподнимайте краем щетки. Задние лапы обрабатываются точно так же. Там вы тоже найдете узелки в шерсти. Теперь мы начинаем по разделительному методу. Сделайте пробор на шерсти вдоль всей спины, как бы...